На повестке заседания Национального антитеррористического комитета противодействия терроризму в интернете и не только. Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что международные террористические организации особенно активизировали вербовочную деятельность во время СВО, пытаясь найти среди жителей России потенциальных исполнителей террористических преступлений. О масштабах террористических угроз свидетельствует 419 предотвращенных с начала СВО преступлений террористической направленности. Острота складывающейся ситуации требует усиления мер по защите российского информационного пространства. Что противодействует распространению террористического и экстремистского контента в России, сформирована целая система защиты информационного пространства. Роскомнадзор взаимодействует с правоохранительными ведомствами, разработан и внедрен автоматизированный мониторинг СМИ, интернет-сайтов и социальных сетей. Внедряются новые программные средства для выявления и блокирования материалов, содержащих идеи неонацизма и иных форм радикализма, а также призывающих к совершению массовых антиобщественных акций. В 73 субъектах России созданы Центры информационной безопасности молодежи, осуществляющие мониторинг в сети интернет. Так, с февраля 2022 года удалось обнаружить и ударить более 360 тысяч террористических и экстремистских материалов в интернете, из которых свыше 37 тысяч, были связаны с деятельностью украинских спецслужб и неонацистских организаций. На этих кадрах в Чебоксарах задержание 20-летнего жителя Мордовии. Молодого человека подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Подозреваемый сообщил, что получал заказы на поджог железнодорожного оборудования. Даже планировал поджечь локомотив в одном из городов – в Саранске, Казани или Алатаре. На молодого человека завели уголовное дело о госизмене. Летом прошлого года в Саранске оперативники УФСБ по Мордовии задержали бывшую гражданку Украины, которую подозревали в государственной измене. Женщина оказалась в Мордовии в 2022 году как вынужденной переселенец и даже стала гражданкой России. Сотрудники ФСБ установили, что она собирала данные об энергетических объектах и военных производствах в регионе и намеревалась передать эти данные спецслужбам Украины. Арина Мелешкина, Наш Новости.